Мы с вами, друзья, находимся в небольшом таком заведении общественного питания, называется «Шоколад». И тут недалеко, значит, украинский центр, где у нас мероприятие сегодня. Ну и так, зашли мы покушать, видите, так время такое, часа, наверное, 3.30, так около 4, не самое такое время. Тут очень хорошее меню такое, значит, вдохновляющее. Света, в нашем меню, что тебя вдохновило? В меню, такой выбор, вареников. Давайте я сниму, вот, в меню. Вареники с картошкой, с сыром. Да, вареников много, с вишней, Света, я бы с вишней брал, если бы я обычно варенал. Может, нам на закуску взять с вишней? Мы можем посмотреть, мы можем сделать, освобление отправил. Можете с собой взять. С собой у нас негде погреть. В общем, короче, я вам покажу примерно, что там будет дальше. Вы знаете это место давно, да? Да, мы здесь, мы вот 5 лет в Чикаго, 6 почти лет, и мы как-то сначально сюда приезжали и кушали, и приезжаем, и кушаем, и едим, и здесь все очень вкусно. Так, все очень вкусно и доступно, домашняя обстановка, хорошие цены, и даже мы ее запрокололись. Да, все друг друга знают, то есть, как бы, одна большая семья. Ну что же, хорошо, ждем, ждем блюда. Да, друзья, вот это уха, Света, понюхай, понюхай, сначала понюхай. Ну, я тебе говорю, она и так пахнет, что это? Пахнет, хорошо. Она и так сама пахнет. Давай, попробуй. Ну, не сомневайся. Давай, давай, попробуй. Сейчас у Дмитрия тоже уха. Почти, путь. Ваш тоже пахнет? Очень сильно пахнет, аромат очень вкусный. Ну, пробуйте. Ну, я уже подожду вас, присоединюсь к вашему борщу. Хорошо. А это, друзья, дымящийся слегка борщ, который я заказал. Он тут пришел с двумя, ну, пампуски. Это называется пампуски, но я никогда не знал, что такое пампуски. Ну, это и есть пампушка? Это и есть пампушка. Да без творога, так просто хлебушек. Хлебушек, но здесь пампушки просто пресных. А там масло. И там масло с водой и с чесночным маслом. Понял, понял. Ну, я, к сожалению, не смогу пампушку, а вот это я с удовольствием. Так, ну, давай я тебя понюхаю и вам скажу. Что это мне подкусило? Ну, что ж, друзья, вы, может быть, думаете, что это куриные ножки какие-то. Я не знаю, что вы себе думаете, но Света скажет вам правду. Скажи, Света, правду. Это голубцы. 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 Это очень-очень симпатичный. Смотри, какой-то салнатик принесли. Кому голубцы, а кому... Это что? Это был. Это телятинка. 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 Это телятинка с картошечкой, какой-то подливочкой. Салатик. Спасибо большое. А теперь мы переключаемся на внутри, который тут с пельмешками. Как вы вообще к пельмешкам относитесь? Так, давайте сделайте еще раз. Вот, вот, друзья. Вот так я и отношусь к ним. Вы прямо как козак. Друзья, вот Инна работает в шоколаднице. До двух дня. Да, очень приятно. Значит, Инна, вы как человек, который работает с клиентами. Что у вас самое ударное из меню? Ну, скажем так, каждый день у нас есть разные украинские specials, которые разные на каждый день. И также у нас сэндвичи, панини, которые есть каждый день. Это самый борщ у нас каждый день и бульон. Вареники у нас такое традиционное блюдо. И разные мяса есть. А что больше всего любит публика? Вот есть такой номер, такой... Вареники и борщ. Вареники не с вишней, нет? С вишней тоже, да. Любят с вишней? Да, да. Как десерт. Да, хорошо. Ну, то есть вы как бы приглашаете. Конечно, все заходите, попробуйте. Назвони? Шоколад, шоколад. Шоколад. 25-24 West Chicago Avenue. 25-24 West Chicago Avenue, да. West Chicago? Да. Хорошо, спасибо большое. Веб-сайт, пожалуйста. А веб-сайт есть у вас? Нет. У ресторанчика нет веб-сайта? Работаем надо. Хорошо. Эти чудеса кулинарии, друзья, делают ребята сами. Такие красивые. Тут солнце нам мешает, но мы прорвемся. Мы прорвемся. Сами пекут. И владелица ресторана, она как раз специалист по этим делам. Вот, ой, там внизу какие красивые. Смотри. Жалко, что я свой ресурс уже исчерпал. Но вы, кто помоложе да покрепче, там вот у вас еще все впереди. В смысле, вкушать вкусненько. Вот. Да. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...